Здравствуйте! Мимо музея детская картинная галерея невозможно пройти, не обратив на него внимания. О том, что представляет из себя внутреннее содержание и оформление музея, о программе на новогодние каникулы и в целом на январь, расскажут наши гости, заместитель директора музея Анастасия Кузнецова и заведующая выставочным залом, отделом Ирина Сувханина. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочется начать почему-то сразу с наступающим Новым годом, потому что вы приготовили хорошую, большую, интересную и, наверное, яркую, впечатляющую программу. Давайте с этого и начнем. Что вы подготовили, какие сюрпризы и чем будут оправданы ожидания горожан, посетителей вашего музея? Ну, у нас на прошлой выставке, на прошлой неделе открылась выставка. Называется она «Где живут чудеса?». Вот! Да, и вот такое как раз... Уже новогоднее, да. И в этой выставке есть и новогодние залы, есть залы, которые, в принципе, рассказывают о природе, как о чуде. Зал с фотографиями и зал с минералами, с которым с нами поделилась «Радуга», культурно-выставочный центр. У них огромная коллекция минералов. Вот небольшую часть они дали как раз нам на эту выставку. То есть минералы – это как раз вот развитие темы «Природа как чудо», именно минералы, да, подчеркивают? Да. Перед тем, как эту выставку, приступить к ней, мы поговорили с разными людьми про то, что для них такое чудо, в том числе с детьми. И вот, отталкиваясь от их ответов, мы наметили таких несколько линий внутри выставки. И там есть вот одна из линий, как раз природная. Там удивительные фотографии Юрия Родичева, самарского путешественника, со всего мира практически. Он снимает горы, животных, водопады. И вот как раз минералы тоже в этой линии есть. Но есть и более такая сказочная, волшебная линия на этой выставке. Может, кто-то Анастасия Владимировна про нее расскажет? Да, Анастасия, пожалуйста, расскажет. Ну, скажем так, за волшебство и за сказку у нас отвечает сразу два зала. Один посвящен непосредственно Новому году, чудо его. Здесь у нас традиционный Дед Мороз и Снегурщик, на самом деле не очень традиционный, потому что это новые куклы Ольги Бакановой, которые делают в нашей коллекции эксклюзивные куклы, особенно как Клод. Это и елка с авторскими игрушками, ватными в старинной технологии, но совершенно как бы новые персонажи. Это и разнообразные загадки, ребусы и задания в этом зале. И, конечно, это кладовая, как мы ее для себя назвали, кладовая старого дома, в котором живут чудеса. Чудеса в чемоданах, в шляпных коробках и тому подобных вещах, где каждый из них стоит для себя какое-то новое открытие, прежде всего, конечно, для юного посетителя, хотя взрослых эти открытия, безусловно, тоже радуют. Да, ну интересно. Вот как-то меня зацепила эта тема «Природа как чудо». Действительно, ее можно развивать бесконечно. А как продолжение вот этой линии еще отражается в ваших лекциях, экспозициях и вообще вот видении? Тема с чудесами? Да, и с природой, вот даже с природой, наверное, больше. Ну, наверное, это не основная наша линия, но, например, вот в чемоданной комнате, про которую я приоткрою, про все, конечно, чемоданы мы не будем рассказывать, потому что там есть и сказки в чемоданах, но, например, в одном из чемоданов у нас растет живая трава, и дети открывают ее, ее можно понюхать закрытыми глазами, представить себе какие-то летние картины, которых сейчас нам многим... Можно, наверное, потрогать, да, чуть-чуть? Да, они трогают, наверное, вот, ну, там есть какие-то предложения... Ёлка тоже, то есть, ну, придумать можно. Кстати, вот еще, кроме сказочной и такой природной линии, есть еще линия, связанная с художниками. То есть художники, они же такие фукусники, мистификаторы, они создают что-то новое, они тоже по чудесам. Да, большие доки. И у нас есть зал с оптическими иллюзиями. Вообще, над этой выставкой много работали художники нашего музея, и вот одна из художников, Марина Самсонова, она придумала зал, в котором кривые зеркала разные, шахматная комната черно-белая, в которой использованы приемы оптических иллюзий, и ты попадаешь вроде как, понимаешь, какое пространство, ну, умом. Но зрительно художник тебя всячески пытается запутать. То есть там такое искаженное пространство с елкой, тоже необычной в этом же стиле, с разными оптическими иллюзиями. Да, какой интересный подход. Но художники вообще особенные люди, визуалы. И мне хотелось бы узнать, как вплетается детское творчество, потому что, ну, картины галереи известны тем, что и дети могут рисовать, представлять свои работы, картины, рисунки. Ну, на самом деле, у нас ни одна выставка без детских работ, в общем-то, не обходится. Они оформляют и, ну, как бы, и первый зал зеркальный с новогодними праздниками, потому что зима – это такая любимая тема в детском творчестве. А они есть в зале с оптическими людьми, потому что подростки такие вещи тоже стремятся сделать неожиданные. А в «Чудесах в чемоданах», вот в кладовой тоже есть какие-то такие таинственные работы, которые отлично там вписались. Пожалуй, только вот зал с природой, он именно фотографиями, как бы, и минералами представлен. Там детских работ нет, а все остальные залы – да. Ну, наверное, можно и здесь, потому что сегодня фотография стремительно развивается, и, мне кажется, фотографируют не только взрослые, но и дети тоже. Поэтому можно даже эту тему как-то и с детскими фотографиями расширить. Мне почему-то показалось, что дети, вот их же видение детской природы тоже, наверное, особенное, не как взрослые видят природу. Ну, кстати, если говорить про детскую фотографию, мобильную причем, то следующая выставка, которая у нас будет в марте работать, один из залов, вот «Самарская газета» устраивает такой конкурс, «Работа победителей», именно вот среди юных участников конкурса мобильной фотографии будут у нас представлены. Да, и это замечательно, потому что мы живем действительно в цифровую эру, век таких вот, даже не век, а уже каких-то десятилетий годов и месяцев, потому что все постоянно меняется, и дети у нас уже абсолютно в другом мере живут, с телефонами в руках и фиксируют вот своим видением. С одной стороны, да, но с другой стороны, когда ты детям предлагаешь поиграть, поотгадывать ребусы, потрогать траву живую, то есть вот как-то интерактивно поучаствовать в этом, они отзываются абсолютно живо, естественно, им это очень нравится, то есть когда к обычным их чувствам, не только к цифровой вот этой вот какой-то виртуальной реальности, но и к обычным чувствам обращаешься. Причем это касается не только вот детей младшего класса, вот вчера была большая группа семиклассников, и они с удовольствием играли, вот угадывали ребусы, заглядывали в чемоданы, все смотрели, то есть они быстро приняли правила игры, ну то есть перестали казаться себе очень взрослыми, расслабились и как бы стали участниками этой выставки. И у нас в конце выставки все получают подарок, небольшой сувенир такой. Но привлекает как ловить. Да, и бандбаньярки, например, вот такие вот как бы сюрпризницы. Взрослые дети тоже принимают, берут также с удовольствием, как бы, невзирая на возраст, как и младшие. Да, ну это замечательно, потому что действительно вот есть опасения даже ученых и каких-то фантастов, что люди будут меняться, и это начнется буквально вот с детей каких-то вот ближайших поколений, что человек будет, ну, больше робот, чем человек. И когда вы говорите, что на живое и настоящее реальные дети реагируют, то это внушает, конечно, какие-то надежды, что человек не изменится. На самом деле обстоятельства вот этой как бы цифровизации мы тоже учитываем. Вот в этом году мы стали участником конкурса Министерства культуры Российской Федерации на создание мобильного приложения в рамках программы «Артефакт». Мы его выиграли, вот сейчас работы у нас как раз ведутся, и на постоянной экспозиции особняк «Клотта» у нас как бы вот в ближайшее время заработает вот это мобильное приложение, когда можно будет навести на соответствующий экспонат телефон, сразу распознать его, получить про него и аудиогид, и возможность посмотреть его с другой стороны, если, например, это плоский предмет, к примеру, как его выглядит обратная сторона, прочитать про него статью и так далее. То есть вот такой проект у нас тоже как бы в работе сейчас находится. Двигаетесь в ногу с цифровым временем. Ну, это действительно замечательно. Если продолжить тему подведения итогов года, что вы можете отметить из самых ярких, значимых таких событий, которые произошли в детской картинной галерее? Может быть, вы были отмечены кем-то на каком-то уровне? Или, может, на эмоциональном плане вам что-то запомнилось? Какие-то такие вот экспозиции, лекции, которые нашли отклик большой у посетителей? Или что можно вспомнить? Ну, наверное, самой такой популярной выставкой в течение этого года у нас была летняя выставка. Мы не говорим о той, которая грядет, но началась. Мы на нее, конечно, тоже возлагаем свои надежды, что она будет не менее популярна у посетителей. Но вот летняя кукла Ольга Александровна Баканова, кукла авторская, которая работала вместе с выставкой детских рисунков ученики Нины Васильевны Ивлевой, от 3 до 17 лет. То есть там был очень большой диапазон и возрастной, и лет создания этих рисунков. Вот она, наверное, была у нас самой зрительски востребованной. Это, в принципе, такой летний период, когда и туристов много, и есть постоянные зрители, которые ждут Ольги Александровны кукол новых. Но в этом году не было премьера. А вот на следующее лето у нас для как раз вот таких вот людей, которые следят за ее творчеством, будет как раз новая коллекция, выставленная следующим летом. Это будет коллекция по русским сказкам. То есть обычно Ольга Александровна занимается исторической костюмной куклой, то есть берет разные эпохи и представляет их моду того или иного времени в костюме. Иногда там исторические персонажи, иногда просто горожане того времени или какие-то представители. В этот раз будут герои русских сказок. Да, это удивительный такой специалист у вас в музее. Она будет совершенно фантазийная, волшебная. И, в общем, мы вот наблюдаем за этим, за созданием эскизов, видим эскизы, как она создается. Это, конечно, большой подарок будет. А вы не хотите вывозить эти куклы, но предложить Ольге Александровне, чтобы показать их в других городах? Ну, хотя бы вот и нашего округа. На самом деле такой опыт у нас есть. Мы достаточно много вывозили. У нас даже была международная выставка в Венеции, когда мы вывозили в 2009 году. У нас две коллекции кукол выставлялись в Кремлевском дворце. Большая выставка была в Казани целый месяц, практически длилась. Потому что хочется, чтобы увидели. Но сейчас немножко усложнились правила вывоза, значительно усложнились. То есть за этим гораздо больше следят. Поэтому не так просто оформить выставку. Но когда такие приложения поступают, то мы их, в принципе, рассматриваем. Если это достойно, то почему бы и нет. Анастасия, а вам чем запомнится этот год в музее? Ну вот самое-самое, на ваш взгляд, событие, которое вас как-то вот впечатлило, встряхнуло, встрепенуло? Ну, у нас как-то получается, как люди, которые делают выставки, у нас каждая выставка, это как бы новая жизнь. Мы ее готовим, мы заново как бы с ней рождаемся, условно говоря, а потом начинаем работать над новой. Поэтому каждый раз мы живем обычно новым проектом. И кроме выставок у нас все-таки другая насыщенная жизнь. Вот мы с собой прихватили, например, вот такую небольшую афишу, презентацию абонементов лектория. У нас вот 15 января будет презентация абонементов лектория. То есть наш лектор, достаточно известный в городе, Александр Житков, который, как его отметили в большой деревне, за ненатужный патриотизм, как было сказано, потому что он действительно... Неквасной. Да. Очень разнообразно рассказывает о Самаре с самых неожиданных сторон. Вот в этом году он решил затеяться и сделать абонемент. То есть 24 разные темы в течение года, и можно выбрать себе абонемент купить на 4 лекции, на 8 лекций или на 12. Нет, вы можете ходить на каждую из них, в принципе, все 24 раза. Но люди обычно так не могут. Но можно приобрести такой абонемент и выбирать из всего спектра то, что тебе интересно. Это будет выгодно и в финансовом смысле. То есть при покупке абонемента есть как бы скидка. И ты становишься таким как бы постоянным членом, можно сказать, клуба лекционного нашего. Поэтому мы всех приглашаем в 4 часа 15 января вот в наш лекционный зал на презентацию абонемента того, кого интересует. Единственное, мы хотим сказать, конечно, что его абонемент рассчитан все-таки на подростков и на взрослых. То есть на маленькие, ну, детям младшего школьного возраста он, безусловно, лекции читает, но как бы по особой договоренности. А приобрести абонемент можно только придя в музей. Не виртуально где-то там заказать. Нет, нет, нет. Сейчас и мошенников много с этим связано. Всегда пытаются наши страницы ВКонтакте, неоднократно пытались как бы... Значит, вы популярные. Раз пытаются даже взломать или что-то там сделать. Поэтому мы всегда говорим, что билеты можно приобретать только в музее. И что касается мастер-классов, что можно сделать своими руками, потому что это тоже тенденция, которая сейчас в музеях развивается, буквально все используют. Вот если придешь в картинную галерею, кроме того, что нарисовать... Ну, если вы хотите поучаствовать в мастер-классе, то, конечно, перед тем, как прийти, вам лучше на этот мастер-класс записаться. Потому что, вот как вы говорите, у нас мошенники тоже свидетельствуют о популярности. На мастер-классах у нас тоже обычно места все заняты. Поэтому лучше об этом, собственно, как и о лектории Александра Евгеньевича, потому что у нас камерный особняк. Это некогда жилой особняк, купеческий, поэтому помещения не очень большие. Поэтому вот о том, чтобы тебе там место нашлось, лучше позаботиться заранее. И вот как раз, когда мы рассказывали о выставке, говорили о ватных игрушках, которые украшают елку в зеркальном зале. И автор Евгения Шадрина, которая этих игрушек делала, она как раз и проводит свои авторские мастер-классы. То есть она предлагает вместе с ней по старинной технологии создать ватные игрушки. И вот у нас такие мастер-классы в январе будут 16 и 24 числа. По два мастер-класса в каждые из этих дней. Поэтому можно зайти в социальные сети в наши или позвонить по телефону и записаться на один из этих мастер-классов и создать елочную игрушку. Это могут быть сказочные герои, могут быть какие-то новогодние персонажи, разные животных каких-то делают. В общем, они очень душевные, рукотворные и теплые получаются. И, кстати, в паре к мастер-классу по елочным игрушкам есть и лекции про историю елочных игрушек в мире и в нашей стране. И вот 5-6 января на каникулах тоже по два сеанса в день, в 13-16.00, если люди хотят услышать эту историю, они могут прийти, но тоже просьба предварительно позвонить и записаться, чтобы вы понимали количество и чтобы места точно остались. А когда начали праздновать вообще Новый год в нашей стране, с какого момента вы начнете рассказывать вот эту историю? Потому что его же как-то то праздновали, то не праздновали, по-моему, вот что-то. Ну, я так понимаю, что про историю этой елочной игрушки он, безусловно, начинает, ну, в основном это и рассказ идет о 19-м и 20-м веке, безусловно. То есть это вот не постсоветские какие-то? Нет, нет, у него как бы... Совсем уже такая история. Ну, потому что, на самом деле, даже мы на экскурсии в нашем, вот в этом первом елочном зале, мы говорим и об истории елки, потому что, собственно говоря, только в середине 19-го века елка пришла в дома граждан, условно говоря, ни Пушкин, ни Лермонтов в своей жизни наряженных елок никогда не видели, да? Они вам написали и про маскараты, и про святочные гуляния, но наряженных елок, к которым мы так привыкли, они не знали. Поэтому, как бы, вот эта история, ее тоже можно узнать у нас на экскурсиях. Кому мы обязаны, например, зимними каникулами, вернее, не мы, а школьники. Мы уже не школьники, а именно школьники, например. Это такой любопытный факт. Это другие интересные вещи. Тут есть еще одна такая закономерность, что у нас же Клод, хозяин нашего дома, был немцем, и появление елки тоже связано в России, в Российской империи тоже связано с немцами. И вот на экскурсии можно будет узнать, в чем не случайность вот этой елки в этом немецком доме. Ну, вы сказали, что у вас будет целая программа, январь 2020, так и звучит интересно. О нескольких мероприятиях мы уже рассказали. А что еще остается? Куда еще можно пригласить? В ближайший вот январь с чего начнется? С какой даты у нас? Ну, январь у нас начинается со второго января. Уж первого января мы в гости не ждем, извините нас, пожалуйста. А второго января начинает работать выставка, вот единственный день, вернее, в январе сразу два выходных, получается, это первое и седьмое января, потому что все-таки на Рождество семейный праздник, люди традиционно в музей не ходят по опыту, и мы сотрудников тоже как бы отпускаем в этот день в семью. А так со второго по 31-е работает выставка, читаются лекции. Вот, например, 18 января у нас есть мастер-класс живопись для взрослых, акрил традиционный, который Евгения Шадрина, вот, та же художница, ведет всегда. И в Лектории будет первая лекция Лектория, город, которого не было, про все эти вот проекты, не состоявшиеся в истории Самары разного времени, и дореволюционные, и раннесоветского времени, поскольку они очень часто авангардные, неожиданные. И про все вот эти, как бы, про этот не случившийся, скажем так, город в этой лекции как раз и расскажут. Да. Ну, у вас связь с елками, так скажем, почти постоянная, потому что совсем недавно проходила акция «Елка желаний», и ваш музей тоже как-то принимал в этом участие, да? Ну, в нашем музее как раз глава города вручала подарки трем ребятам, чьи пожелания подарков она сняла с елки желаний. Вот, было мероприятие, они получили подарки, посмотрели экскурсию, прошли вот по всему этому маршруту, о котором мы вам рассказывали, узнали про чудеса, которые подготовили. Мы еще посмотрели, у нас есть постоянная экспозиция, небольшая, буквально один зал. Это бывшая курительная комната, где старинные предметы собраны. То есть это не предметы, которые принадлежали хозяину, но предметы того времени, для того, чтобы можно было, ну, почувствовать среду вот родную этого времени, этого дома. Вот, и мы с ними и физгармонию послушали, и музыкальные ящики. В общем, у них такой был праздник в преддверии большого праздника. Да, хотелось бы, в общем, обратиться к теме развития музеев в последнее время. А у вас вообще такая ситуация, и музей, и картинная галерея два в одном. Какие тенденции существуют? Вот там взгляд со стороны, это какой-то всплеск музейной жизни, активация такая, интереса к музеям. С чем это связано? Даже вот то, что вы говорите, что нужно записываться заранее, чтобы место было. Ну, вообще, я соглашусь, потому что даже вот, например, по таким ежегодным мероприятиям, как, например, ночь музея, который ежегодно проходит, тенденция такая, что с каждым годом все больше и больше посетителей приходят на это мероприятие и хочут. Наверное, есть вот такая, знаете, особенность, ну, появляется, что люди хотят больше участвовать в музейной жизни. То есть не просто приходить и послушать экскурсию, и уйти. То есть они хотят каких-то активных форм взаимодействия. И у них интерес уже не просто созерцательный, то есть у них мастер-класс, в которых они хотят что-то создавать. Они, например, вот Лектория у Александра Евгеньевича, у него уже есть постоянный круг людей, которые ходят туда. И в том числе, отталкиваясь от их вопросов, от их интересов, он формирует новые темы. То есть это уже такое партнерство какое-то с посетителями. То есть они готовы не раз в полгода, год прийти, а они готовы более плотно как-то с музеем выстраивать свои отношения, то есть стать участником его жизни. Но во многом, наверное, это еще и связано с тем, что отношение, в принципе, к музеям в обществе меняется. Оно меняется как бы с экранов, я не знаю, телеканалов, в интернете, больше каких-то проектов. И, естественно, моду как бы никто не отменял. Это так же, как с елками. Там императрица Александра Федоровна, жена Николая Первого, поставила, еще Первого, не Второго, поставила елку в личных покоях и начала потихонечку приучать к елочной процессу своих учениц, которые были в подшефных ей учреждениях учебных. Те поехали в дома, как бы в свои. И начали потихоньку в ней, да, в результате за 20 лет в страну без таких массовых средств еще информации, без всяких телевизоров и интернетов пришла мода на елки. А еще и щелкунчик перевели на русский язык, очень такая елочная сказка. И механизм моды, он, ну, все равно работает. Это вот с этим никуда не поспорить. Не поспоришь, что... Ну, тут, наверное, надо еще отдать должное, что музей тоже идет навстречу. Вот Анастасия Владимировна рассказывала про артефакт, то есть разные цифровые технологии. То есть музей тоже пытается найти ту форму коммуникации, которая для сегодняшнего посетителя более интересна, может быть. Ну, вот она его занимает. И, наверное, использует эту форму коммуникации рассказать все равно о чем-то, о чем-то важном, о чем музей, наверное, уже века, десятилетия рассказывает. Да, даже Зельфира Треголова, это художественная галерея, ой, Третьяковская, она поставила такую задачу сделать дорогу к музею короче. И вот это прямо вот воплощается действительно у людей, как-то вот эта вот дорога, ну, что ментально, вот пойду в музей, а может не пойду, она действительно становится короче, потому что принимается решение идти, и это обоюдное такое движение. Ну, все музеи, например, сейчас присутствуют в социальных сетях, да, потому что это очень необходимо. То есть принятие решения человека пойти или не пойти в музей сейчас происходит через интернет. Ты сначала смотришь там, да, как бы все мы... И проще часто именно в социальных сетях, где много-много новостей, где ты смотришь много фотографий. И, безусловно, как бы все музеи, которые пытаются как бы быть на... как бы в связи со своими зрителями, да, это такая быстрая обратная связь. Это тоже влияет. А вы делаете такую ставку на семейную аудиторию, чтобы взрослые приходили с детьми? Или есть отдельно для детей у вас какие-то экспозиции, лекции, выставки? Отдельно для взрослых. Ну, наверное, наш основной... Вот какой подход? Наверное, основной все-таки зритель наш – это ребенок. Ребенок все-таки. И семейная аудитория, и семья. То есть, ну, семья, конечно, и сам факт того, в каком мы находимся здании, то есть его... это памятник архитектуры, и история хозяина. Конечно, приходят взрослые люди, и для них тоже есть своя экскурсионная программа, которая связана с архитектурой, вот с историческим наследием этого места. Но вот когда мы делаем вот эти временные выставки, сменные, они, конечно, у нас основной задачей ставят привлечение детей к художественному творчеству, к каким-то историческим тоже моментам. То есть тут разные бывают профили, в общем, к музейным каким-то... Да-да-да, ну, вообще просто потому, что Новый год – это тоже семейный праздник. И вообще интересно, как долго, вот начиная... Дети с какого момента, с какого года ходят к вам, приходят? Возраст, то бишь? Ну, это зависит... нижний возраст зависит от родителей, потому что приносят и как бы в колясках привозят, бывает, и... Ну, такое бывает, безусловно. Самые маленькие. Организованные группы, организованные группы, это, ну, где-то лет 5-6 детского сада. То есть все-таки более маленьких они боятся приводить, но с ними сложнее в организационном смысле. А индивидуальные, семейные, ну, у нас нет нижней границы. Если родители готовы ходить, держать его на руках, в слинге, в рюкзачке, то, пожалуйста, мы принимаем. Да, потому что такая у вас уникальная, чудесная атмосфера все-таки в этом особоняке. Вот нет никакого другого похожего. Смотреть, на самом деле, за группой детского сада, которая вот пришла в музей, и это для них, для многих, первый опыт вообще вот пребывания в таком пространстве, в пространстве с лепниной, с высокими потолками, с колоннами, с картинами. Там экскурсоводы даже их просто, вот знаете, они сами все это впитывают, им даже слов лишних не надо, они просто вот смотрят по сторонам, и для них этот опыт уже, он какой-то абсолютно новый и удивительный. Поэтому тут, наверное, про возраст. Просто это, конечно, не полноценная будет экскурсия, когда вот нужно в течение, там, 45 минут или час послушать. Это просто, это может быть 15-20 минут, то есть сколько маленький ребенок способен в музее, комфортно. Ну да, на самом деле, вот, как бы у нас получается, что будни, дни, это, как правило, организованные группы, потому что родители работают, а приводят. А выходные мы, конечно, всегда нацелены на семейную аудиторию. И поскольку все мы обязательно работаем в выходные по очереди, чтобы принимать экскурсии, ты всегда ориентируешься на возраст, в 10, безусловно. То есть если родители хочут полноценную экскурсию, например, по дому, то не нужно приходить с 4-летним или 5-летним ребенком, да. Ты тогда приди сам, потому что, конечно, наша, как бы, ориентация всегда идет на младшего члена этой группы, для того, чтобы ему не было тяжело, не было скучно, чтобы ощущение от музея осталось как от очень правильного места, куда стоит вернуться. Ну что ж, действительно, музей, детская картинная галерея, это место, в которое хочется возвращаться, и хочется обязательно, вот даже проходя мимо, как начинала я программу, обязательно туда заглянуть, потому что даже внешне это очень интересно и привлекательно. Спасибо за этот анонс, за занимательный разговор. С наступающим Новым годом. Всего хорошего и удачи, процветания вам в этом дне. Спасибо. Ждем вас в новом году. С Новым годом всем. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok